Детектив Эдвард Маюлис бросается на помощь своей бывшей подруге, которая сообщает ему о пропаже ее ребенка, и даже не подозревает, что потерпевшей стороной будет вовсе не девочка. В чем дело? Что случилось, сестра? Эдвард работает дорожным полицейским. Целыми днями он ездит на мотоцикле по дорогам и штрафует нерадивых водителей. Однажды он замечает, как из проезжающей машины выпадает детская игрушка, и, подняв ее, мчится вслед. Мужчина заводит разговор с леди за рулем и ее вредной дочерью. Женщина чувствует себя неловко, постоянно извиняясь за поведение дочери, а девчонка снова выбрасывает игрушку в окно. Эдвард успокаивает мать и отходит за куклой. И в этот момент в машину врезается огромный грузовик. Полицейский пытается вытащить людей из загоревшейся машины, разбивает заднее стекло и просит девочку дать ему руку, но она сидит совершенно спокойно и смотрит ему в лицо до тех пор, пока машина не взрывается. Эдварда отбрасывает от огненного шара, и он теряет сознание. Это ужасное происшествие так действует на мужчину, что он решает уйти из полиции или, как минимум, взять перерыв, чтобы восстановиться. Приехавшая коллега полностью поддерживает его решение и сообщает, что тела женщины и ребенка на месте происшествия не были обнаружены. Машина не была зарегистрирована, непонятно, кто в ней ехал, откуда и куда. Позже Эдвард получает письмо от женщины, с которой когда-то был обручен. Уиллоу Вудвард просит его о помощи, так как у нее пропала дочь, и она просит ее найти. Эдвард не может отказать бывшей возлюбленной и едет на остров Саммерсайл. И практически сразу сталкивается с проблемой. На остров можно попасть только на гидроплане, а пилот ни в какую не соглашается везти мужчину. Ведь остров частный, и туда можно приехать только по приглашению. Эдварду удается убедить мужичка с помощью хрустящих бумажек, и вскоре он оказывается в месте, где его встречают несколько женщин весьма затрапезного вида, но с хитрыми подколами. Детектив задает вопросы, но реакция окружающих удивляет мужчину. Его как будто не принимают всерьез. Женщины отказываются опознавать девочку на фото и отзываются об Уиллоу, как о странной девушке. Тут Эдвард замечает шевелящийся мешок, из которого что-то течет, и требует объяснить, что там находится. Дамочки смеются, сообщая, что там поросенок, и предлагают взглянуть. Но когда Эдвард пытается раскрыть мешок, тот дергается особенно сильно. Мужчина отпрыгивает в сторону, а Грымзе весело хохочет над его испугом. Тем не менее, они указывают Эдварду дорогу к бару, внутри которого он видит большинство женщин. Мужчина просит хозяйку предоставить ему комнату, когда в двери входит Уиллоу. Хозяйка велит девушке проводить Эдварда в его комнату наверху, но он просит чего-нибудь выпить и получает кружку меда. После чего заявляет всем присутствующим, что находится здесь официально и собирается вести настоящее расследование. Поднимаясь наверх, он опять мимолетно встречает Уиллоу, которая сует ему в руку записку, где сообщает о слежке и назначает место встречи на причале. Она просит его быть осторожным и не верить ничему услышанному. Пара встречается на берегу, и девушка отказывается объяснять, почему она сбежала из-под венца. Сейчас для нее важнее всего дочь. Эдвард хочет задать вопросы, но Уиллоу слышит звуки колокола и убегает. Вернувшись в гостиницу, Эдвард обнаруживает, что из его сумки пропала пара кассет, а хозяйка, разговаривая с девушками, призывает подготовиться к важному празднику, который называют возвращением плетеного человека. Ночью ему снится сон, где погибшая в аварии девочка опять попадает под грузовик, а потом бесследно исчезает из машины. Проснувшись, он видит девочку в красном джемпере, бегущую от дома, и бросается следом. Вскоре он выходит к хлеву, осматривает его, но не находит ничего предусудительного. А в следующую минуту под ним вдруг проламываются чердачные перекрытия, и Эдвард с большим трудом выбирается из опасного здания. Утром он спускается к завтраку и замечает на стене множество фотографий, где запечатлены девочки в белых одеждах. Хозяйка объясняет, что это праздник урожая, но прошлогодний снимок как раз вчера разбился, поэтому его нет на стене. Эдвард начинает расследование. Женщины на острове ему вроде бы и не препятствуют, но и не помогают. Говорят какими-то загадками, постоянно что-то недоговаривают, а горничная вдруг просит взять ее с собой. Детектив обходит остров и замечает, что тут очень много беременных женщин, а потом идет в школу, чтобы показать фото Роэн. Все девочки и учительницы заявляют, что никогда ее не видели. Мужчина обращает внимание на пустую парту, и когда откидывает крышку, оттуда вылетает ворона. Девочки признаются, что заперли ее там, чтобы узнать, сколько она выдержит. Детектив возмущен тем, что учитель разрешает такие шалости, и буквально вырывает у нее журнал посещений, где находит фамилию Роэн. Значит, и взрослые, и дети лгут. Учительница просит его выйти на улицу, и там заявляет, что Роэн Вудвард умерла, а мать просто сошла с ума. На вопрос, как умерла девочка, учительница дает какой-то странный ответ о том, что Роэн сгорит заживо, а через мгновение поправляется, сообщив, что девочка сгорела заживо. Сбитый с толку детектив идет на кладбище, где у свежей могилы его находит Уиллоу. Она говорит, что девочки в могиле нет, и ведет его к старинному склепу, где сообщает, что Роэн жива, а все, кто говорит о ее смерти, просто боятся и ненавидят девочку. Она тоже хотела вырваться с острова, но сестра Саммерсейл была против. Детектив хочет узнать, что это за таинственная и страшная женщина, а Уиллоу признается, что Роэн – дочь Эдварда. Мужчина потрясен ее признанием. Уиллоу ведет его в свой дом, где мужчина осматривает комнату девочки. Женщина рассказывает, что малышка пропала, когда мать выходила в магазин. Исчезли также все ее вещи, как будто девочка и не жила в доме. Детектив осматривает парту и находит под столешницей призыв о помощи. В этот момент он слышит звук мотора и бежит к гидросамолету, чтобы воспользоваться его рацией, но пилота на месте не оказывается. Эдвард ожидает на причале, когда слышит звук в деревянный настил и видит тело девочки в воде. Он ныряет за ней и просыпается. Но тут же опять видит тело ребенка в своих руках и просыпается второй раз. Мужчина пьет лекарства и добирается до самолета вплавь, но рация не работает. Разочарованный Эдвард идет к доктору Мосс, который фотографирует все праздники острова. Женщина обещает напечатать прошлогодние фото с негатива, и детектив уходит, заметив на ее столе книгу старинных обрядов. Дождавшись ухода доктора, он проникает в ее дом и читает книги, в которых описаны средневековые ритуалы плодородия, во время которых практиковались человеческие жертвоприношения, когда парней или девушек сжигали для будущего урожая. Детектив осматривает дом и находит множество заспиртованных человеческих зародышей, а потом и фото Роэн в платье жрицы урожая. А тут еще оказалось, что в прошлом году на острове выдался худший урожай в истории. Эдвард идет к Уиллоу и требует объяснить все, что творится на острове. Женщина утверждает, что это просто легенды, и ничего подобного тут не делают, но проговаривается, что девчонку обвиняют в плохом урожае. Эдвард требует ответы, ведь она живет тут и должна знать все местные обычаи и обряды. Женщина просит прощения за все и сожалеет, что оставила его в прошлом. Простившись с Уиллоу, Эдвард отправляется к семье Саммерсейл. По дороге он помигает одному из мужчин и понимает, что он запуган так, что даже не может говорить. Задумавшись, он случайно выезжает на поле, где стоят ульи, и сбивает один из них. Эдвард потрясен, ведь горничная сказала, что на острове нет ни одной пчелы. Но думать нет времени, ведь за ним открывает охоту целый рой, а у мужчины аллергия. Эдвард убегает, спотыкается и падает, и, теряя сознание, опять видит девочку в красной кофте. Он приходит в себя в доме сестры Саммерсейл. Доктор Мосс спасла его с помощью старинного метода и рада, что он жив. Детектив выходит из дома и видит пожилую леди, которая, по-видимому, дает наставление двум юным девушкам. А потом сочувствует Эдварду, пережившему нападение пчел. Она не против его расследования, потому что уверена в своей невиновности. Да, они приносят дары богине-матери, а сестра Саммерсейл – ее земное воплощение. Но ни о каких жертвоприношениях нет и речи. Ее предки-кельты всю жизнь страдали от притеснения их женщин. В 17 веке они бежали в новый свет, попали в Салем, а там случилось то, что случилось. И вот в 19 веке они, наконец, нашли свое пристанище на этом острове. Конечно, некоторые уезжают, как та же Уиллоу, но они всегда возвращаются. А к мужчинам они относятся, как к инструменту для размножения. Эдвард Ашарашен. А если рождается мальчик? Но сестра лишь посмеивается. Это зависит от ситуации. И дает разрешение на эксгумацию могилы Роэн. Детектив едет на кладбище и раскапывает свежую могилу. Но в гробу лишь кукла. Тут он слышит детский плач, бежит на звук и приходит к кельтскому святилищу, где в старом склепе находит красный джемпер с инициалами Роэн. Эдвард ныряет в затопленный склеп, но двери за его спиной закрываются. Он зовет на помощь, но не получает ответа. А потом он опять видит погибшую в аварии девочку. Утром его находит Уиллоу. И, увидев свитеры куклу, плачет. Но Эдвард приказывает ей закрыться в доме и ждать, пока он придет за ней. А сам бежит к дому Саммерсейл, найдя там полубезумного мужчину и облепленную пчелами горничную. Но саму сестру так и не видит. Эдвард носится по всему острову, пытаясь воззвать его обитателей к разуму. Но женщины только издевательски посмеиваются ему в лицо. В конце концов, он отбирает велосипед у учительницы и едет к бару. Он пытается попросить помощи у мужчин, но те не реагируют на его призывы. И тогда детектив начинает обыскивать дома. Но над ним только смеются. Эдвард бежит на причал, но видит крыло затопленного самолета и находит изуродованное тело пилота, не замечая, что за ним следят девушки в масках зверей. Он возвращается к бару, и хозяйка высказывает сочувствие его виду. А он бьет ее по лицу и забирает костюм медведя, приготовленный женщиной для себя. Но подвергается нападению горничной. Эдварду приходится бороться с сильной женщиной, когда на площади уже начинается праздник. В конце концов, он вырубает противницу и, надев костюм медведя, врывается на торжество, где встречает Уиллоу. Он видит привязанную у дерева девочку, прорывается к ней и, схватив малышку, бежит прочь. За ним отправляется погоня. Но девчушка ловко указывает ему путь, когда у Эдварда вдруг срабатывает телефон. Детектив просит о помощи, а Роэн ведет его все дальше и приводит на поляну, где девочку встречает все население острова и Уиллоу. Женщина совершенно спокойна и довольна. Ее девочка сделала все правильно. Эдвард приехал, чтобы быть спасателем, а стал жертвой. Потому что он имел кровную связь, но он не был одним из них. И его судьба была решена еще тогда, когда он начал встречаться с дочерью Саммерсейл, Уиллоу. Его держали на всякий случай. И вот этот случай наступил. Женщина снимает маски. И Эдвард узнает свою напарницу и пару, якобы погибшую, на дороге. За ним не просто охотились. Его буквально обложили со всех сторон. Ведь это великая честь погибнуть ради урожая. Детектив пытается стрелять, но его пистолет не срабатывает. Толпа набрасывается на него и несет к огромному плетеному человеку, стоящему посреди поля. А потом мужчины подвешивают его вниз головой и поднимают в плетеную клетку в теле чучела. Роэн подают горящий факел, и девочка поднимается к истукану, несмотря на просьбу отца не жечь его. Ребенок бросает факел, и плетеный человек разгорается. Женщины радостно аплодируют криком горящего заживого человека. Проходит полгода. В один из баров ходят Уиллоу и горничная, и знакомятся с двумя молодыми парнями, один из которых признается, что учится в полицейской академии и любит помогать людям. А горничная просит взять ее с собой. Смесь язычества приправлена легендами и домыслами о верованиях наших предков. Но сюжет закручен довольно лихо. Кстати, фильм снят по мотивам романа Дэвида Пиннера «Ритуал», и это уже вторая попытка его экранизировать. Продолжение следует...